Музыка Недавно совершенно узнала, что среди баянистов и аккордионистов проводятся ежегодные не конкурсы на лучшее исполнение, как скажем у пианистов, а чемпионаты мира, как у футболистов, и существует международная музыкальная конфедерация судей. Музыка Телевизионная программа «Наш дом» в прошлом году была приглашена мировой знаменитостью аккордионистом-виртуозом Александром Себастьяном на искрометный концерт с его участием Торонцкого вокально-музыкального квартета «Джи Лато» «Мороженое по-итальянски». Год пролетел молниеносно, и вот новая программа виртуозов-исполнителей в переполненном зале, теперь уже в Richmond Hill Center for the Performing Arts, где, напомню, 8 февраля собралась аудитория послушать совместное музыкальное шоу-квартета «Джи Лато» и московского дуэта «Баян Микс» с названием «Аморе». И это было зрелище, про которое нам хочется рассказать поподробнее, учитывая, что многие по уважительной причине не смогли попасть на один единственный концерт. Целуй, целуй крепче, ты уже знаешь, что это последняя ночь. Так целуй, целуй крепче, как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь. У нас сейчас, дорогие друзья, настал тот момент, ради которого все вы сегодня собрались. Сергей Котков. Сергей Войтин. Баян Микс. Два, три, байк! Кому-то может подуматься, что баянный аккордеон – это не те инструменты, которые могут воспламенить душу, да так, что нет удержу рукам и ногам. Но это ошибочное мнение быстро развеяли виртуозы, исполнители квартета и дуэта. В какой-то момент многим из зрителей надоело топать ногами в такт, в зале что-то будто рвануло, и, включая меня, многие так и ударились в пляс. Не гони, не гони, не гони, повыкает малым рассветом. Не гони, не гони, не гони, нам пути обратно вверх, и любовь, как небо, одна, и уйдем мы в небо одни, но пока не смог быть строга, не гони, гони, не гони. Привет! Писни не помоешь? А вот иди! Иди! Молодец! Никто там еще не понял, но все хлопают, да? А вот иди! Кстати, сегодня мы являемся. Добрый вечер, дорогие наши зрители, слушатели и замечательные дети. Наши прекрасные, которые несли цветы на сцену и не хотели совсем не уходить. Расскажите, пожалуйста, а как вы связаны вот с этими ребятами из Москвы? Честно говоря, в этом коллективе играет мой однокурсник, мой друг Сергей Котков. Мы вместе с ним учились в училище искусств, вместе ездили на конкурсы. Я тоже сам баянист. А Сергея Вайтенко я наслышан уже с училищевских времен, когда он выпустил еще тогда первый свой диск. Очень такой, ну, кумир уже с детства, можно сказать. Нам очень понравилась, как бы, кавер-группа «Квартет Желата». Для нас это был полный сюрприз, мы их никогда не слышали. Нам очень нравится «Баян Микс». Они такие, они ребята великолепно держатся, они виртуозно играют. Просто как бы, ну, приятно, приятно на них посмотреть. Конечно же, когда мы услышали о концерте, мы однозначно приняли решение, что мы посетим и получим массу удовольствия, как это, в принципе, и оказалось на самом деле. Даже руки устали хлопать. «Баян Микс» мы слышали, видели по телевидению и очень рады встретить их здесь у нас, в Торонто, в Ричмон-Хилле. Ребята приехали, завели зал, молодцы. Вот, пятерочка. У меня руки болят, вот, аплодисменты, это постоянно вот хлопать и постоянно подпевать с ними. Это суперское настроение. Ребята, я всем желаю такое настроение иметь. Я хочу вам сказать, что вот эти естественные улыбки, которые сейчас появились после концерта, после первого отделения, все улыбаются. Это самый лучший признак того, что это, конечно, полный успех. На самом деле, абсолютно огромное удовольствие, потому что люди, которые сидят рядом, видно, какие глаза, да, какие улыбки на лицах. Ну, это просто восторг, это трудно описать словами. Какие ваши творческие планы? Ну, как у любого человека, планы всегда же есть. Александр, это наша неотъемлемая часть, потому что он хоть и без коня сегодня. Вот Илья Муромец, как мы сказали, что он богатырь русского баяна, а мы тоже такие. Алеша Попович Доброникич, но все-таки при всем при том. Планы у нас есть приехать еще раз, и это зависит, конечно, не только от нас, а все-таки от организаторских способностей нашего друга Александра и его команды. Я буду надеяться, что мой гастрольный график позволит мне организовать еще один такой концерт на более высоком уровне, с привлечением действительно всей массы русскоязычного населения Торонто, потому что это действительно высокое искусство. Баяна здесь нет, это первый, это дебютный концерт, это разу такой успех. Это показывает, что огромный интерес у людей, люди заждались по такой энергичной, веселой музыке. Все-таки мы уже были на вашем джилате от начала до конца в прошлом году, это был абсолютный восторг. Сегодня вы уступили место своим, так сказать, богатырям-баянистам. Что вы делали весь этот год вообще, в двух словах? Ну, мы после нашего концерта, на котором мы были, мы съездили в Россию, сыграли пять концертов с Сережей, потом мы съездили в Мексику, мы съездили в Корею, мы выступили, несколько туров по Канаде мы сделали. Я один съездил в Россию несколько раз, записали еще один диск, в общем, мы двигаемся вперед. Всем желаю удачи, успеха, новых гастролей, всех вам благ. Welcome to Canada. Спасибо огромное. Счастья вам, добра, мира и просветания. И пусть в ваших домах живет любовь и счастье. Сегодня для вас выступали от самых желанных Александр, Кобин, Лайза, Пиза и Ваян-Микс с Сергей Горковым. Сергей Байкеско. Спасибо вам огромное. Приезжайте в новом гости, вместе поем. Я тебя жду. Три, четыре. И я тебя жду в городе М, Там, где всегда место есть всем, Где пробки есть, даже в Мерро, Но это мой город-герой. КОНЕЦ